кабачки это одни из самых неприхотливых и скороспелых овощей и поэтому они такие популярные у огородников но для того чтобы собрать их хороший урожай нужно все-таки знать некоторые нюансы в их выращивании и так как я сегодня буду высаживать рассаду в грунт то предлагаю уделить время этой культуре и вспомнить какие есть способы их выращивания где и как их лучше сажать нужно ли заглублять рассаду при высадке в грунт что они любят вообще а что нет и какие необычные сорта их существуют и начну я со способов выращивания и напомню что кабачки можно вырастить как через рассаду так и прямым посевом в грунт я обычно стараюсь приблизить урожай хотя бы на пару недель и поэтому всегда сею семена на рассаду дней так за 25 до высадки в грунт у меня это получается во второй половине апреля то есть вместе с арбузами дынями и тыквой еще раньше сеять семена не стоит так как кабачки очень быстро развиваются и если выращивать их в горшках дольше месяца то к моменту высадки в грунт будут уже довольно такие крупные растения ну а что же касается времени высадки рассады на грядку то кабачки это самые холодостойкие среди тыквенных ведь они могут расти даже при температуре чуть ниже 10 градусов но все-таки самая оптимальная температура для их хорошего роста это градусов так 20 с лишним тепла но в этом году у нас весна очень холодная и поэтому не желая того но моя рассада уже переросла в горшках так как я просто боялась высаживать их в грунт даже уже в двадцатых числах мая хотя обычно высаживаю их до 10 числа но наконец-таки потеплело и я всю бахчу высадила в грунт в этом году я выращиваю несколько сортов кабачков один из них это обыкновенный белоплоды сорт а второй очень оригинальный кабачок с волокнистой мякотью называется он макарена от фирмы ваше хозяйство это очень необычные сорты поэтому я в двух словах опишу его и расскажу в чем его особенность этот кабачок среднего срока поспевания то есть ему нужно три с небольшим месяца плоды у него удлиненной овальной формы и массы доходят где-то так от килограмма до полутора но самая фишка его в том что этот тип сорта спагетти и при варке спелых уже желтых плодов их мякоти распадается на макароны то есть наподобие знаменитой лапши спагетти только вот для того чтобы мякоти то распалась на макаронины нужно чтобы плоды были полностью созревшими и такого светло-желтого цвета а когда они еще светло-зеленого цвета то их можно использовать в кулинарии как и любые другие обычные кабачки то есть это очень необычный и вкусный сорт который вдобавок еще и благодаря своей толстой кожуре очень хорошо хранится поэтому тем кто тоже хочет попробовать этот сорт ссылку на интернет-магазин где я его приобрела и вы также можете приобрести я оставлю в описании рассаду кабачков как и всю бахчу и также огурцы можно заглубить при высадке на грядку если конечно же в этом есть необходимость но только не глубоко так как все тыквенные очень любят тепло и поэтому лучше всего высаживать растения ровно на тот же уровень что оно и росло в горшке а вот их стебли можно присыпать сверху пучевой ну а в дальнейшем для хорошего роста и плодоношения в открытом грунте кабачкам нужно соблюсти три условия это чтобы место было солнечное грядка была питательная и почва не кислая так как они не выносят кислой среды и самое лучшее удобрение для кабачков как и для любых тыквенных это органические они просто обожают компост или же перепревший навоз причем свежий навоз мы тоже вносим только на пустые грядки осенью после сбора урожая и для этого у себя на участке мы определили площадку где будут расти бахчевые культуры ближайшие года три то есть арбузы дыни тыквы патиссоны и кабачки выкопали там глубокие ямы на расстоянии 2 метра друг от друга и внесли в них по полной тачке навоза такое удобрение еще раз замечу что полезно только для тыквенных так как все посленовые и корнеплоды в своем большинстве не выносят свежие органики причем удобрить почву можно не только с помощью внесения в нее навоза но и также если заложить в нее отработавшие растительные остатки и таким образом обустроить теплую грядку для чего подойдет даже свежескошенная трава она постепенно будет перепревать и тем самым повышать температуру грунта то есть являться органическим топливом и именно для кабачков огурцов и патиссонов вот такие теплые грядки лучше делать весной то есть прямо перед высадкой и тогда верхний слой грунта будет обеспечен постоянным подогревом а это очень полезно для таких теплолюбивых культур формирование же кабачки обычно не нуждаются но если листья во время цветения у них уже сильно разрослись то можно срезать несколько центральных листочков чтобы центру куста поступало больше солнца и цветки лучше опылялись насекомыми или же в то время когда начнут появляться бутоны можно прищипнуть верхушки молодых побегов и тогда стебли будут давать боковые побеги что в итоге увеличит образование цветоносов и завязей ну и наконец поливаем кабачки только теплой водой причем лучше всего это делать не просто под корень а сначала сделать такую небольшую кольцевую канавку вокруг стебля и затем уже по ней поливать спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайтесь на мои каналы на яндекс дзен и на рутубе ссылку на них оставляю в описании спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!